Девчонки, всем большой привет! Снимаю видео о своих покупках уходовой косметики в мае месяце. Гуляли мы с сестрой по улице и решили зайти в косметический магазин. Так уж, девочки, мы устроены, что уйти с такого магазина с пустыми руками просто невозможно. Начнем. Первый продукт, который я купила, это гель пена от 100 рецептов красоты, банановая. Банан и сливочный пломбир. Объем здесь 750 мл. Очень мне это средство понравилось. Приятный аромат, действительно пахнет бананом и мороженым. До того аромат просто безумный. Хорошо пенится средство. Очищающие свойства отличные. Пока нравится, пользуюсь. Следующая моя покупка. Приобрела я шампунь от L'Oreal El Sef. Фибрология. Как-то смотрела я на эту серию. Ну вот, решила попробовать. Очень ее хвалят многие. Объем у меня здесь 400 мл. Попробовала один раз, понравился. Аромат такой косметический, приятный. Но что самое удивительное, шампунь действительно дает такой эффект уплотненных волос. Волосы такие тяжелые, какие-то вот прям плотные. Эффект мне понравился. Дальше буду пробовать, смотреть. И также к нему я приобрела бальзам. Бальзам у меня уже идет в объеме 200 мл. Так как бальзам у меня расходуется медленнее, чем шампунь. Бальзам такой довольно тоже приятный. Он густой. Приятно пахнет. И хорошо волосы напитывает даже, я бы сказала. Пока серия мне понравилась. Дальше буду пробовать, смотреть. Дальше приобрела я себе краску от Шварцков. Perfect Mousse. У меня в оттенке 400 холодный экспресс. Раньше я такую краску не пробовала, но также слышала неплохие отзывы. Ну, попробую. Посмотрим, как будет оттенок. Понравился то, что он без красного пигмента. Следующая моя покупка. Ополаскиватель Colgate Plugs. Комплексная защита. Очень хороший ополаскиватель. Но единственное, он довольно-таки ядреный. Довольно-таки мятный. Кто не любит такие ополаскиватели, ну вот имейте в виду, что действительно ополаскиватель ядреный. А так мне он очень нравится. Хорошо он очищает. Ну, превосходный. И следующий ополаскиватель я приобрела тоже от Colgate Plugs. Но уже свежий с чаем. Этот ополаскиватель уже такой, более щадящий. Не такой он мятный. Приятный для меня. Тоже нравится. Следующая покупка, которая у меня была, это два геля. От L'Apétit Marselier. Шли они в промо-упаковке. Первый гель это цветок апельсинового дерева. Приятный у него аромат. Ну, вообще, все, наверное, знают про эти гели уже. Очень хорошие. Приятно ими пользоваться. Тут, кстати, не смотрите, у меня эту упаковку не могу никак оторвать. Гели действительно достойные. И следующий гель. Это уже такая гель-пена для душа. Экстра мягкая. Апельсин и грейпфрукт. Увлажняет и питает. Очень мне понравился аромат. Действительно пахнет таким грейпфруктом сочно. Заряжает такой аромат. Прям вот, ну, обалденный. Мне понравился. А тоже буду пользоваться. Посмотрим, как он будет. Следующая покупка. Мое большущее разочарование. Опять зарекалась я не покупать себе вот такие боди от Organic Shop. Но опять взяла. На этот раз питательное суфле для тела. Здесь он идет с какао. Сейчас я вам так приближу. Органическое масло ши, экстракт какао, молочные протеины и органическое масло оливы. Выглядит он вот так. Но аромат, конечно, да, аромат обалденный. Пахнет действительно таким какао, шоколадом. Приятный аромат. Но по свойствам. Во-первых, такое чувство, будто вы мажете на себя шоколадное масло. Остается вот этот темный пигмент. Никак оно не хочет впитываться. Вот эту коричневую субстанцию просто возишь по телу, никуда оно не девается. Намазалась я. Ну, посмотрела, что как-то вообще просто намазана каким-то коричневым маслом. Смыла. И даже после того, как я его смыла, у меня все равно полотенце окрасилось коричневый цвет. Но считаю, это вообще полный провал. Я даже не знаю, как этим продуктом дальше пользоваться. Скорее всего, буду использовать его как смываемый кондиционер для тела. Второй раз попробовала его именно так. Но не дает он достаточного питания для таких целей. Вообще, вот кожа после него, что наносил, что не наносил, не понравилась. Вообще, считаю, провальный продукт. Ну, соответственно, никому его посоветовать не могу. Следующая моя покупка опять скраб от Кафе Красоты. Понравились мне эти скрабы. На этот раз я взяла клубничный щербец. Натуральный сладкий скраб для тела. Это сахарный скраб. Очень мне эти скрабы понравились. По очищающим свойствам. Превосходный аромат. Ну, просто обалденный. Вот именно этот пахнет такой клубничным, земляничным каким-то вареньем. Что-то такое. Ну, приятный аромат. Очень сладкий. Нравится. Пока беру, пользуюсь. Стоят они, кстати, дешевле, чем от Organic Shop. А по свойствам абсолютно такие же. Следующая моя покупка. Купила я себе от марки Venus. Интимное мыло с ромашкой. Вот такой дозатор он имеет. Ну, дозатор, конечно, не очень удобный. Больше я люблю с помпой, но пойдет. Мыло очень приятное. Хорошо пенится. Приятный у него аромат. По очищающим свойствам пятерка. Пока пользуюсь. Нравится. Следующая моя покупка. Это глина. Марокканская, вулканическая. От марки FITO. Питательная, красная для лица и тела. Именно эта глина мне очень понравилась. Она какая-то, я бы сказала, как кремовая, что ли. Лицо она абсолютно не сушит. Лицо после него очищенное. Такое приятное. Черные точки хорошо очищает. Но пока мне понравилось. Дальше буду пользоваться. Посмотрим. Следующее, что я купила, это были полоски для депиляции лица. В первый раз попробовала эту марку. С шоколадом. Знаете, что мне она понравилась. Действительно, эти полосочки мне понравились. Хорошо они удаляют волосы. Раздражение после них минимальное. Быстро проходит. Да, действительно пахнут они шоколадом. Эти полоски. Ничуть не уступают полоскам вид. Который я пользовалась до этого. Но по стоимости они немного, конечно, дешевле. Но что хочу сказать. Здесь заявлено, что 12 полосок. То есть 6 таких стикеров. Но у меня в упаковке было почему-то 5. Вот так они выглядят. Достойный действительно здесь воск в них. Очень хороший. И также здесь в комплекте идут 2 салфеточки. Вот такие вот салфетки обычные. Один раз использовала. Понравилось. Дальше будем смотреть. Думала я, что они будут как-то повреждать кожу. Что бывает с такими вот дешевыми полосками для лица. Что они срывают кожу вместе с волосками. Но нет, абсолютно ничего такого не было. Действительно полоски достойные. Кто не пробовал, присмотритесь. И последняя моя покупочка была с такой декоративной косметикой. Взяла я опять себе тушь от белорусского производителя Релуи. Пышные реснички. Открывать я ее не буду, так как она у меня пойдет за пасеки. Но кто не пробовал, присмотритесь. Действительно тушь достойная. Она такая экстра черная. Очень хороший дает объем ресничкам. Удлинение. Ну обалденная тушь. Мне очень нравится. Вот уже который раз беру. Просто в восторге. Ну все девчоночки. Вот такие покупки у меня были. Подписывайтесь, комментируйте. Все. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока-пока.